ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, всем привет! В этом выпуске мы с вами побываем на лучшем рынке Японии, который находится на острове Моджо! Готово! 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 В том саду, например, у них, короче, нацизм процветает. По этим баллам невозможно пройти. Здесь специальная дорожка для велосипедистов под землей, под океаном. Здесь в 1945 году произошел сброс атомной бомбы. Бомбили два острова. Один из них назывался Хиросима, второй Нагасаки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Япония, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда ты собрался? Посмотри, какой бардак опять развел. Саша! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я еду в очень интересную поездку. Кстати, ребята, напишите в комментариях, как думаете, куда же в этот раз я отправляюсь? Для чего у меня столько снаряжения, а не всей вот этого, как Настя выразилась бы, барахла. Бардака! Бардака, да. На самом деле это очень важная вещь, только благодаря им создаются такие видосы на ютубе. В общем, я залит на новой площадке, которая называется журнал Яндекс.Маркета. Порядка получаса уже здесь сижу. Очень много интересных всяких советов, обзоров. Здесь выкладывают свои посты известные личности, блогеры. И я много чего интересного для себя нашел. Например, есть обзор сумки-хладильника Арктика. И я понял, что я хочу эту вещь себе приобрести. В принципе, это, кстати, очень легко сделать. Можно нажать просто на кнопку и перейти на магазин партнера и там это заказать. Здесь, чем эта сумка мне приглянулась? Во-первых, что в ней есть посуда. То есть есть стаканы, есть ложки, вилки, штопор даже для красного вина. И она, как сумка-холодильник. То есть можно перевозить кучу всего. И вот здесь ребята делятся, как они проехали всю Россию с этой сумкой. Есть фотографии, есть ее применение. Всякие лайфхаки, как ее можно помыть, что в нее намного больше помещается, чем заявлено от производителя. Это все очень удобно и обычным языком написано. Без всяких понтов. Также, если вы, например, собираетесь просто путешествовать, как сейчас я, можно посмотреть такие штуки, как игры для путешествий. Или, например, тут есть статья, что приготовить на даче, как провести ремонт, как подготовиться к зимовке в Таиланде. Например, статья мне очень понравилась. Кстати, написано она обычным путешественником, который прожил длительное время в Таиланде и просто решил написать пост. Даже для меня, я уже был много раз в Таиланде, есть такие интересные всякие фишечки, о которых я не знал. Либо о которых я знал, но забыл. Например, если вы меняете валюту, то лучше это делать в современных обменниках, а не таких вот, как, например, сейчас здесь показано, перечеркнута красным крестиком, что, ребята, вы здесь никогда в жизни не меняете. То есть есть нормальная тема, вы можете снять с карточки либо в государственных обменниках. А в обычных таких чернотых комнатках, которые находятся за степлом, лучше не менять, потому что, скорее всего, у вас там обдурят. У нас в Насте, кстати, таких много случаев было. Помнишь, что мы сейчас и на болезни? Да, да, да. Вот. Я, кстати, уверен, Настя, что ты здесь для себя тоже много всего найдешь, потому что здесь есть и как приготовить и... Ну, давай я посмотрю тоже. На. Давай, я уверен, что сейчас что-то интересное здесь я уйду. Ребята, всем доброе утро. Мы пришли в Мняму. Это японский остров. Самый известный вид на Японию – это вот эти ворота, так называемые. Эти ворота называются цвятилища Икукссима. Ну что, морской котик? Что? Готова? Готова. Я вообще ничего не боюсь. Мой самый страшный страх был – это самолет. он, по-моему, скоро закончится. То есть не страшно тебе на Зодиак? Ну, на воде вообще воды не боюсь. А если перевернешься? Ну что, аж плавать умею. Держись вот этими, за вот эти, поняла? Ой, Саша, да хватит уже нагнетать-то, боже мой. Рад. Саша, да. Красота. Вот самый узнаваемый вид Японии. При Отливии можно пешком дойти до этих ворот. Очень красиво. А это храм. Здесь, кстати, запрещено снимать и монахов, и большие видеокамеры. В общем, очень много ограничений, нельзя громко говорить. Нельзя даже триподы с собой брать. Такие подставки под камеры, большие. Внезапно появились волны, прям за секунду. Я раз такое вижу, прилив пошел, что ли. Как будто кран включили, реально. Это святилище является самым почитаемым святынем Японии. И по сей день весь этот остров считается святым. На протяжении всего времени здесь запрещалось рожать и умирать. И, соответственно, всех беременных, старых людей и больных вывозили на материк. И по сей день здесь запрещено выгул собак, потому что здесь очень много диких птиц, которых кормят посетители. И собаки могут их пугать. Также здесь очень много мест, куда туристы не могут пройти. Потому что это все-таки святилище, храм. В Японии олени чувствуют себя в абсолютной безопасности. Не боятся прикосновений человека. Он просто кайфует лежит и все. Вот можно взять так и почесать ему, как коту. Вот смотрите, они здесь везде пасутся возле ручейка. Кайфуют. Молодцы японцы, много чему можно у них поучиться. В том числе и обращаться с животными, с природой. Смотрите, в магазине такой пруд глубокий, с огромными карпами. Да, мечта. Хочу такой же. Производство сладостей, смотрите. Конвейерное. Смотрите, упаковочка идет. Дальше мы двигаемся в сторону Хиросимы. Посмотрите, как красивые острова. И я так понимаю, это какие-то фермы. То ли рыбу разводят, то ли устриц. Вообще на таких круизах мне очень нравится. Потому что все тебе уделяют внимание, постоянно что-то спрашивают. Если у тебя закончилось пиво, тебе тут же его приносят. Вино, вообще все, что хочешь, все включено. Ты не паришься насчет чаевых. У тебя это уже зашито в цене. Поэтому чувствуешь себя просто комфортно. Как будто ты у себя дома отдыхаешь. Я решил посчитать, сколько страны я посещаю за год. И мне интересно, в декабре какое количество это будет. Дальше, кстати, мы летим в Дубай. Это будет 19-я страна. А следующая страна будет Казахстан-Байконур. Меня пригласили поехать в путешествие. И отснять старт ракеты, которая будет проходить в Байконуре. Я отказался от всех других проектов. Потому что, мне кажется, это, во-первых, уникальный контент. Во-вторых, когда еще я побываю на старте ракеты, именно на Байконуре. Скорее всего, все снимать не разрешают. На что дадут разрешение, я, конечно же, вам покажу. Ребят, сейчас я вам покажу, в каких условиях проходит обед. То есть, в какой это красоте. Пока все госуют, мы проплываем вот такие вот огромные острова. Они очень красивые. У компании Север-Руссии есть очень много локаций. Таких, как Папуа-Новая Квинея, Антарктида, Арктика. Там, в Америке очень много, куда ходят эти лайнеры. Амазонка. То есть, везде вы можете с обалденным комфортом посмотреть, изучить страны. У тебя все по графику, все по расписанию, все продумано. Билеты во все локации у вас куплены заранее. Это прикольно. Самое прикольное, что вы можете заказать то, что угодно. То есть, я захотел салман заказать. Смотрите, мне принесли, уважали сам. Хотя в меню его нет. Еще раз скажу интересную вещь. У нас есть, так называемый, паддлер. Это человек, который, ну, типа джинна, он исполняет твои любые желания. И он каждый вечер приходит и говорит, чем я могу помочь, что вам сделать. То есть, все, ну, может быть, какие-то трудности есть, еще что-то. И он видит, что ботинки, допустим, грязные. Он говорит, давайте я вам почищу ботинки. Ну, мне пипец, это неудобно. Я сам могу себе почистить ботинки. То есть, ну, я себя некомфортно чувствую, если он будет чистить мои ботинки. Или с 6 утра, или с 7 утра до 12 часов ночи он работает. Ну, правда, мы им ни разу не пользовались. Мы покушали. То есть, вот сейчас у нас пройдет обед. И в 13.30 мы высаживаемся в Хиросиме. Ребят, мы находимся сейчас в Хиросиме. И я хочу вам рассказать об этом острове Японии. Здесь в 1945 году произошел сброс атомной бомбы. Американцы забомбили два острова. Один из них назывался Хиросима, второй Нагасаки. Что касаемо Хиросимы, то вот мы сейчас находимся в мемориальном парке. На нулевом километре, где взорвалась бомба. Оставили здание, которое видно, как ядерная бомба его разрушила. Многие из вас спросят, а где же, ну, то есть, разрушение от самой бомбы. Ядерная бомба взорвалась на высоте 600 метров над землей, потому что при таком взрыве максимальные разрушения и максимальный радиус поражения. За доли секунды 70 тысяч человек погибли. И потом еще в течение недели от облучения погибало еще очень много людей. Когда взорвалась ядерная бомба, было похоже на апокалипсис, на конец света. Очень многие люди получили сильнейшие ожоги, и у них расплавилась кожа, она свисала с рук. И они, чтобы не касаться ее земли, ходили с вытянутыми руками и просили воды. И мыть было очень жарко. Многие из них прыгали в речку, умирали. В общем, это было ужасно. Нагасаки вообще пострадала случайно, потому что американские пилоты, когда летели бомбить совершенно другую точку, они увидели, что очень большая облачность и не видно, где сам город. Поэтому у них был план Б, и они скинули бомбу на Нагасаки. Ядерная тень – это такой эффект, который оставался после людей, которые находились непосредственно под самим взрывом этой бомбы, то есть в ближайшем радиусе поражения. И они за доли секунды превратились в пепел. И осталась, соответственно, такая тень. То есть сидел, допустим, человек возле магазина, и осталась ядерная тень возле этого магазина. Очень страшная вещь. Вот в эту реку очень многие люди прыгали, им было жарко. Да, ядерное оружие – это ужасно страшная вещь. А еще, кстати, в Покусиме, почему случилась именно эта катастрофа? Пришло цунами. Сначала было землетрясение, потом пришло цунами. И просто смыло генераторы. То есть и обрубило за счет разрушения, отключилось электричество. Обесточилась ядерная станция, и произошел взрыв двух блоков. И вот все вот это ядерное топливо теперь пытаются как-то извлечь. До сих пор там стоят специальные штыри, которые промораживают землю и делают конкурс, чтобы сточные воды не вносили ядерное топливо в океан. Вот как выглядела бомба. Little Boy называлась, которую в Хиросиме сбросили. И Fat Man – это Нагасаки. Вот последствия радиации, какие бывают. Люди без глаз рождаются. Кошмар. Колокол мира. Нужно обязательно ударить. Все вот эти катастрофы, война, ураганы, цунами, землетрясения, они очень сильно сплочают японцев. И это видно по ним. Восхитительно красивые ели. Вечный огонь, вода. Прошло 70 лет, и кажется, здесь никогда ничто не взрывалось. Но это не так. Сейчас я вам постараюсь показать, что есть музей в Хиросиме. Музей посвящен трагедии 1945 года. Взрывы атомной бомбы. Это вот одежда военного, атомные тени, про которые я вам рассказал. То есть здесь сидел человек, и от взрыва все, что от него осталось, это такая тень. Чаще всего, что говорили люди, помогите мне, воды, пожалуйста. Американские ученые досматривали детей, изучали впоследствии. Действие атомной бомбы, урановые кольца с критической массой, и сейчас будет столкновение. Все, ядерная реакция. Мы находимся в Модже. Настя. Что, у нас был выбор, пойти в пещеры или поехать на рыбый рынок. На фишмарке. Настя вредничает с утра. Все ей не так, все ей не нравится. Когда Саша не нравится, он это не снимает, ребят, я вам отвечу на это. Да, согласен, я такой позитивненький с вами. Да, он такой нарядненький, весь хорошенький всегда, а Настя всегда дерьмо. Дайте пять, пацаны. Мы очень хотели попасть на японский рынок, и поэтому обязательно вам это покажем. Модже – это самый знаменитый город по торговле фугу, рыбой фугу, которая ядовитая. И мы сейчас поедем на рынок и посмотрим, как же ее готовят. Мы идем на рыбный рынок, и нам говорят, ребят, мы сейчас вам дадим по 15 долларов. То есть настолько все четко продумано, что ты в любой ситуации не останешься. Допустим, нет банкомата, у тебя нет. Да, в первый раз в жизни в круизе нам бабки дают. О, подожди. О, здесь вы идете. Спасибо. Кстати, я хочу вам рассказать, что это означает. Это такая система торгов, когда продают голубого тунца, они берут друг друга за пальцы и делают сделку, чтобы другие покупатели не видели, какую цену назначил покупатель. Соответственно, продавец по знакам, то есть им большой палец потрогает, это одна цена, если это там средняя, это другая. Поэтому такой вот обряд у них торгов. Это очень прикольно. Смотрите, они все едят очень вкусные суши. Очень много людей. С таким они аппетитом это все едят, смотрите. Берешь и накладываешь себе. Смотри, какие они огромные. Мяса сколько. Я буду продавать суши. Отлично. Отлично. Да, почему-то они не региурят. Кепку надо взять просто и кварток и глаза поуже сделать. Отлично. 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 Это мне. очень классно очень круто смотри вот такое ты хочешь есть 100 процентов я съем такое потому что я не хочу рис есть рис он как бы не полезен вот это фугу почищены уже это чебурашки мы их называем а это блуфин смотрите 35 долларов фугу по 10 долларов а это для супа можно голову взять наградывайся здесь они готовят суши арегатова я думаю что вот этот жирный видишь он дороже стоит этот кусочек два раза дешевле вот это блуфин 100 процентов это же блуфин пишем жирный какой а вот глаз тунца продается тоже деликатес считается глаз стоит 10 долларов будешь глаз на 21 бакс это красивый набор вместе с тарелками со всем остальным прикольно здесь реально рыбка выбор на любой вкус все что хотите рыба фугу глаза и самые ядовитые а это каменная рыба вот на них очень опасно наступить тоже ядовитые рыба фугу кстати когда и ловят есть первым делом зубы вырывает и яд содержится в глазах и в во внутренних органах поэтому важно при разделке их не повредить идет прием товара есть товар сортируется и отправляется в ресторан смотрите как это происходит закладывается льдом рыбка здесь разделанная так варим явно ни разу не чистили о какая там камбала здоровая лежит это сам делю очень много японцев мест к ней приходит утром на этот рынок и они садятся на набережную вот так Кушают все, кайфуют с детьми. Саша ест Bluefin. Это вкусно? Да, вот именно такой эффект должен быть от Bluefin Tune. И уживать даже не надо, да? Он просто растекается по рту. При этом не место, не как там, например, переспелое авокадо. Это реально вообще никак не сравнится с тем тунцом, который я когда-либо пробовал. А вот я взяла себе попробовать, ребят, край ежа. Реально йодом пахнет. Да и на вкус как йод. Ага, глотай. Это очень полезно. Не, ну это на самом деле не мерзко на вкус. На вкус не мерзко, пахнет очень сильно йодом. В общем, мы в Норвегии побаловались один раз. Наловили этих ежей, накормили там всех местных и все. Ну то есть один раз попробовать. Сортируют мусор, то есть здесь банки, пластиковые бутылки. Это пластик вместе с палочками. И у них нету урн на улицах, это очень напрягает. Но в Японии такая культура, что мусор, намусорил не носи с собой. Приноси домой, выкидывай, там уже сортируй. У них мусорка выглядит как здание такое возле дома, куда каждый приходит, сортирует мусор в отдельные пакеты. Ребят, взял еще Bluefin Tune, 4 кусочка, 16 долларов. Но это нереально вкусно. Вот кто не верит, если будете где-то в ресторане, где именно жирный вот такой тунец, сейчас я вам покажу, он реально на говядину похож, вот на жирную прям такую. Ну то есть выглядит не очень. На вкус сумасшедшая. Я не представляю, что будете его пожарить. Как у них идеально, чисто, то есть вообще ни одной бумажечки, ничего не валяется, при этом столько людей. Арегато! Буду вспоминать Моджи, как самый вкусный тунец, которого я ел. Кстати, по цене, получается, одна суша вот с таким большим... 4 доллара. Где-то 5 долларов. 4. Потому что вот деликатес очень дорогой. А обычная суша там стоит 1 доллар. 1 доллар это 60 рублей. А это, конечно, очень дорогая. В общем, ребята, в Моджио самый классный рынок. Приезжайте сюда пробовать голубого танца. Больше всего насреть хочу в Астрахань. Вот они, сазаны дикие даже есть. Обычный ручеек такой. И карпы кои. И карась. Мне кажется, Япония одна из самых цветастых стран, в которых я когда-либо был. У каждого скалота свой дизайн. Представляете, насколько заморочились. Более того, еще и формы все разные. Видишь, как они черепица, у них там всякие рыбки, всякие узоры у всех разные. У большинства на площадке по феншуре все это апельсиновое дерево. Я не знаю, ребят, хоть немножко вас погрузил в атмосферу вот этой всей красоты. Аж захватывает дух от того, что вот, посмотрите, просто обычные какие-то камни, поросшие ромашкой. Вот здесь какая-то деревянная штука староглиняная. Ползет какой-то плющ мелкий декоративный. Деревья, смотрите, красные, зеленые. Здесь опять красное дерево, ворота. И это Япония, ребят. Это поселок самурайский. Здесь школа, старшая школа для самураев приходится. Здесь они все живут, все как они богато живут. Никакие дома крутые. Самураи – это бандиты. Они насиловали женщин, грабили, убивали. Сначала. Сначала, да. Потом стали богатые за счет этого. И вот, например, как выглядел самурай. Он сидит на коленях, у него меч. И он может отрубить вам башку. Вау. Это вот одна из резиденций. Знаете, для чего? Посыпано, наверное, таким камнем. Чтобы ниндзя не могли по-тихому подойти к дому. Также и полы скрипучие. И прозрачные стены. Чтобы к ниндзе, ниндзя или убийца не смог прокраситься. К хозяину и убить его. По этим полам невозможно пройти, не шумя. Вау. Вот это класс. Представьте себя самураем. И посидите, посмотрите на этот вид. Amazing. В том саду, например, нельзя выходить на землю не японцам. У них, короче, нацизм процветает. Если ты не японец, ты не можешь вступать на землю священную. А здесь только в тапках специально. А это запись. Аудиозапись. Да шучу я, шучу. Знаете, как красиво сделано. Интересно, какого года эта машина. Вот на такой поконять было бы круто. Здесь фугу здесь делают печенье. Вот так оно выглядит. Можно попробовать. Вот лежит. Я, честно говоря, не хочу пробовать. О, а вот и фугу сами плавают. Бабушка, поймать вам? Не реагирует вообще. Вот такие съедобные ежи продаются. Здесь настолько необычные сладости. Я таких сладостей не видела. Во-первых, они все как выглядят, как муляж. У них какая-то химия. Вот так у них печеньки выглядят все. Это пример, как это выглядит. Вся вот эта коробка. Вы не представляете, где мы сейчас находимся. Моему шоку нет предела. Япония убивает меня своими технологиями. Потому что сейчас мы находимся в туннеле, который проходит под океаном. И построен он был в 1937 году. Вы представляете, какие вообще технологии у них были тогда? Протяженность этого туннеля почти километров. 750 метров. Сразу что можешь не бежать? Я не могу за тобой вздывать, блин. Здесь специальная дорожка для велосипедистов. И ребята просто гоняют, кайфуют под землей, под океаном. А над этим туннелем проходит мост. А мост по масштабам не меньше, чем мост, который находится в Сан-Франциско. Я не знаю, почему все говорят о Голден-Гейте всегда как о чем-то невероятном. Сейчас я вам могу сказать, что это намного круче сооружение. Заживай километр. Ребят, если вы хотите поехать в какое-то место, вот именно приехать в одно направление, побыть вот несколько дней, я думаю, в Моджи стоит приехать. Здесь есть что подделать, здесь очень большой город. Что-то поймал. Смол. Смол. На чо ловит на червя. А вот здесь? Аукабу. Аукабу. Достаточно все просто. Внизу висит кормушка, из нее поднимается какая-то прикормка. Пять крючков, по-моему, на каждой по креветочке насажено. Подсекает и все. Ну, там тоже мужик ловит нормально. А эти что-то вообще слабенько. Сейчас мы, кстати, уже будем все ближе и ближе к Тихому океану выходить. Сутки будем переходить на Филиппины. Я решил примерить кимоно. Оно стоит 600 долларов. Вот думаю, брать, не брать. Смотрите, такой пояс. Мне кажется, офигенно, но в нем очень жарко. Вот еще тапочки такие. Каждый раз нас провожают местные жители вот такими концертами. Это очень классно. Это моя другая. Дай всем привет. Я Пеппа. У меня дедушка говорит. Вильям, он моряк. И очень много весь мир объездил. Вот сейчас он на пенсии. Ему... How old are you? 87. 87. Oh my God. 87 лет, а человек ездит по всему миру и кайфует. Вот учитесь, ребята. Вы должны... Не важно, сколько вам лет. Главное, хотеть жить и стремиться к тому, чтобы путешествовать. Life is good. When you live all over the world. When you listen to people, watch people, don't worry about... I bought it easy. Здрасте, сегодня красивая. Ой, ну Саш, ну платья. Здрасте. Ничего не красивая, я даже прическу не делала. В честь чего ты красивая такая вся? Я даже прическу не делала. Ну скажи. Как целый день. Или ты всегда такая? Просто выбора нету, я платье не убрала с собой в поездках. И как бы надо их одевать. Такое сегодня меню классное. Опять от шефа. Очень много всего интересного. Авокадо какая-то башня. Есть гребешки. Как всегда есть рыба. В общем, все, много интересного. Сейчас будем выбирать. Пахнет немножко луком, чесноком. И прям как борщ. Какой-то нереальный запах. У Насти непонятно что с авокадо. Она вообще любит авокадо. Приятного аппетита. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Был очень классный день. Впереди у нас еще целые недели классных дней. И целая жизнь. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Всем спокойной ночи. Пока. До завтра.